Вы слушаете Радио Спутник. Репосты без посадок. В России смельчают наказание за неаккуратность в интернете. Давайте послушаем мнение политолога, доцента Института общественных наук Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы, члена Президентского Совета по правам человека Екатерина Шумова. Если вообще это приниматься на высокие уровни обобщения, то 282 статья не нужна в том виде, в каком она сейчас существует. Те деяния, которые ей описывают, общественные опасности не несут. Если что-то можно криминализировать, то криминализировать нужно призывы к насилию. Прямые призывы к насилию. Ни разжигание ненависти, ни оскорбления, ни шутки, ни уничижительные комментарии о чем бы то ни было. Это может быть неприятно, это может людей обижать и травмировать, но это не предмет уголовного или административного разбирательства. Но раз уж мы имеем 282 статью, то мы работаем над тем, чтобы мы, так сказать, общество, в целом и некоммерческие организации, и правозащитники, и адвокаты стремятся к тому, чтобы минимизировать вред от нее. Вот, собственно, это самая частичная декриминализация административной приюдиции этому служит. Чего еще хотелось бы, что еще необходимо? Во-первых, необходимо и из 282 статьи, и из параллельной ей статьи в Кодексе об административных правонарушениях, которая сейчас появилась, поскольку первое правонарушение идет по административному судопроизводству, необходимо убрать формулировку о возбуждении ненависти к социальной группе. Потому что 282 статья, и ее, так сказать, статья сестра из КААПа карает за возбуждение ненависти по признаку происхождения расы, национальности, гендера и принадлежности к социальной группе. Так вот, из всех этих определений социальная группа является самым невнятным. Если гендер, раса, пол, даже происхождение еще как-то осязаемы, как-то могут быть определены, то что такое социальная группа, вообще непонятно. Я вам, как представитель одной из социальных наук, могу сказать, что нет такого определения, неизвестно, что это такое. Поэтому возникают у нас в уголовных делах, возникали в уголовных делах, сейчас могут продолжать возникать в административных, формулировки типа разжигания ненависти к социальной группе полицейские, к социальной группе госслужащие, к социальной группе коррупционеры, россияне. Все это не социальная группа, это вообще совершенно неграмотный термин. Поэтому это надо просто вычеркнуть оттуда. Это первое. Второе, что хотелось бы, это параллельно, так сказать, по аналогии с теми изменениями, которые были внесены в 282-ю, такие же изменения внести в 280-ю. Она менее популярна у правоохранительных органов, чем 282-я, но, тем не менее, это публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Если мы вводим административную приюдицию для 282-й, логично, что совершенно родственная ей 280-я тоже должна быть изменена таким же образом. Это те пути дальнейшей реформы, дальнейшей гуманизации, которые были открыты президентским законопроектом, принятым в прошлом году. Ну, существует, как известно, два вида цензуры. Предварительная и, так сказать, последующая. В одном случае вы проверяете все, прежде чем опубликовать. Это, так сказать, старинный вид цензуры, характерный для 19-го и 20-го века. Его мы как-то уже пережили. Мы, мы, человечество, уже немножко его оставили в прошлом. Но вот тот вид цензуры, который карает за уже опубликованное, за уже высказанное, он вполне процветает. То есть, к сожалению, во многих странах мира можно пострадать за высказанное мнение. Не за деяние, а за высказывание. Ну вот, кроме Соединенных Штатов, где вторая поправка Конституции, в общем, продолжает стоять на защите свободы слова, в большинстве стран Европы, опять же, к моему сожалению, всякого такого рода ограничивающие высказывания, карающие за высказывания нормы правовые, они существуют. Мое мнение, я вам высказала в самом начале, призывы к насилию могут караться. Все остальное нет. Значит, если кто-то, человек или группа чувствуют себя оскорбленными, задетыми и каким-то образом ущемленными высказыванием, они могут в порядке гражданского судопроизводства подавать в суд. Это очень эффективный, на самом деле, инструмент, особенно если в дело вступают организации, союзы, там, не знаю, кого угодно, этнических групп, родителей, филателистов, кого угодно. Они подают в суд, и они требуют материальную компенсацию. Таким образом можно разорить вполне и медиа, и человека, и другую организацию. Но это, понимаете, это гражданское судопроизводство. Это граждане и их объединение друг с другом сражаются на площадке суда. Да, государство не должно влезать в эти истории. Единственное, за чем может следить государство, это за тем, чтобы граждане не организовывались в интернете и не собирали себе сторонников для того, чтобы осуществить насильственные действия. Вот призывы типа «давайте пойдем и подожжем там, не знаю, чего-нибудь», Дворец пионеров из ненависти к социальной группе пионеры, это, да, это предмет интереса государства. Все остальное нет. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова